28 июля Князя Владимира, крестителя Руси, историки назвали великим. Церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Думаю, плохого человека солнышком не назвали бы. Переход в новую веру проживавших тогда на территории нашей страны языческих народов, конечно, растянулся на десятилетия. Однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. А с 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно на День Крещения Руси проводят крестные ходы во многих странах канонической территории РПЦ. Особенно пышные торжества в Киеве и на Украине. В этом году в Киеве не было традиционного крестного хода по понятным причинам. Успенский собор Московского Кремля возвели в 1479 году. На протяжении столетий собор был центром духовной и государственной жизни Российской империи. Тут сначала поставляли великих князей, а после русские цари венчались на царство. Сейчас Успенский собор – это музей, но с 1990 года в нем периодически проходят богослужения. Надо ли говорить, насколько важны литургии в сердце России? К сожалению, не все это понимают. Внешне все хорошо, периодически проходят службы, скажем так, в закрытом режиме, с ограниченным контингентом. Из храма Христа Спасителя в Успенский собор был принесен ковчег с частицей мощей святого равноапостольного великого князя Владимира. На патриаршем богослужении молились лидеры общественных движений и организаций, митрополиты и священства, игумени, насельники и насельницы московских и ставропегиальных монастырей, прихожане московских храмов, паломники. Среди молившихся за литургию были прибывшие в Москву дети из пострадавших семей ДНР и ЛНР, а также из приграничных районов Харьковской области. Но вернемся к сути праздника Крещения Руси. Глядя на представителей СМИ, особенно журналисток, понимаешь, что Крещение коснулось их формально. Не только внешне, но и внутренне. Они как бы случайно оказались на этом, как они пишут, мероприятии. И дело даже не в брюках и не в косынке непонятного цвета и размера в непопад закрученной на голове. «Видно, что формально отбывают, а потом также формально пишут». Сразила наповал молодая симпатичная журналистка ТАСС, которая узнала, что дети приехали из Донецка. Она уточнила, это из Украины? Из Донецка, ответил ей мальчик. «Это ЛНР? Нет, Донецк – это ДНР», – поправили ее дети. «Да, это веяние последнего времени, ни во что серьезно не погружаться. Все поверхностно, быть незнающим – это даже не стыдно». Почему же я прикопалась в такой праздничный день к милой девушке, стоящей спиной к алтарю во время литургии, втыкающей в телефон и трущейся охреску, которой более 500 лет? Почему же я прицепилась? Да потому что с 90-х годов еще 20-го века, а я работаю журналистами, картинка не меняется. Меняется поколение журналистов. Те хотя бы интересовались. Им было стыдно быть некомпетентными, и они мобильно трансформировались. Да, вере научить нельзя, и ходить в храм ты не должен. Но быть осведомленным, знать традиции и культуру, как человек образованный, представитель профессии, которая на лету должна ловить все лучшее в науке, культуре, чтобы потом донести всем нам, ты, как корреспондент, просто обязан, иначе ты не журналист. В 90-е годы у нас работавших в СМИ о православной церкви практически не было информации. Приезжая на съемку, мы не знали, как обратиться к батюшке, к митрополиту. Тогда не было такого интернета, гугла, да и много чего не было. Сейчас все есть. Можно узнать, не выходя из редакции. Но народ все так же остается духовно темным. Более тысячи лет прошло с момента крещения Руси. И вот приплыли 2022 год. Сердце страны, один из главных соборов страны. Одно из центральных СМИ страны. На сайте ТАСС вы можете сами посмотреть репортаж этой девочки-корреспондента. Ради справедливости замечу, был прекрасный, добротно смонтированный сюжет канала «Россия-1» журналиста Дмитрия Кастро. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл обратился к верующим. Сейчас совершим молебен. Начнем его здесь, в Успенском соборе. Затем все вместе двинемся к памятнику князя Владимира, произнося соответствующие песнопения. И там, у памятника, завершим наше молебное пение и сегодняшнее литургическое празднование Великого и Спасительного Дня, когда мы вспоминаем князя Владимира, крестившего Русь, выведшего народ наш из тьмы язычества и открывшего реальный путь к стяжанию святости, добродетеля всего того, что стало духовным стержнем нашего народа. И дай Бог, чтобы этот стержень никогда и никакими обстоятельствами не был поколеблен. Если вокруг этого стержня будет формироваться жизнь человека, его культура, его образование, его профессиональная деятельность, тем более его личная жизнь, то тогда действительно мы будем реальными наследниками Великого Сокровища, которое передано нам нашими благочестивыми предками, получившими это сокровище от святагоровно-апостольного Великого Князя Владимира. Его молитвами дохранит Господь землю русскую. Аминь. С праздником всех поздравляю! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Далее состоялся крестный ход через Боровицкие ворота Кремля к памятнику святому ровно-апостольному Великому Князю Владимиру. Я уходила из Кремля последней, так как еще хотела снять звон колоколок. Пройдя охрану у ворот, услышала «Квадрат 16 зачищен». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Во время молебна гремели молнии грома, а по концу молебна очень символично тучи разошлись и вышло солнышко. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В день крещения Руси Патриарх встретился с детьми из пострадавших семей ЛДНР и Харьковской области, тех районов, где идет активная военная фаза. Дети из Украины по понятным причинам приехать не могут. Для Патриарха все православные на Украине – это его дети, близкие его сердцу. Вот и особенно, конечно, особое отношение к Донбассу, к Луганской республике, к тем людям, которые несут на себя особые трудности и даже страдания, связанные с политическими процессами, которые сегодня существуют в этой части мира. Вот что я хотел бы вам сказать, мои дорогие. Вот если посмотреть на карту мира и посмотреть на юрисдикцию Русской Православной Церкви, то Русская Церковь присутствует более чем в 60 странах мира, почти на всех континентах. И поэтому, когда говорят иногда, в том числе и на Украине, люди злонамеренные, что вот, эта Церковь только для русских, только для москалей, это совсем не так. Конечно, в процентном отношении русских людей из России больше, чем, может быть, остальных, но эти процентные соотношения, они ведь не отражают духовного вклада людей в жизнь Церкви. Как говорится, мал золотник да дорог. Так, святые угодники, их совсем немного по отношению ко всем людям. Ну что, процент святых по отношению ко всем православным. Но ведь вклад-то этих святых людей несоизмерим с вкладом просто православных людей, да, называющих себя верующими. Поэтому никакой арифметики здесь применять нельзя. И я, как патриарх, никогда эту арифметику не применяю. Для меня все православные люди, живущие в Российской Федерации, в Украине, в Донбассе, в других местах, в 60 странах мира, это все чадо русской православной Церкви. А я, как патриарх, сознаю с полным смирением свою ответственность за этих людей, за их духовную жизнь, за все то, как будет складываться их духовный путь. А еще без проповеди и норовоучения патриарх рассказал очень личную историю. В молодости, хотя я уже был священником, но я очень много времени проводил в горах. Я занимался разными видами спорта, связанными с горами. И вот в Крыму, на Ай-Петре, со мной произошел такой случай. Я туда приехал, чтобы кататься на лыжах, все. И вот сторож такого маленького хостела, что ли, даже такая хижинка для альпинистов, для горнолыжников. Он мне сказал, вы вот что, собираетесь куда-то пойти? Я говорю, ну да, вот я хотел бы там вот прокатиться на лыжах, где-то там с вершины какой-то. Он говорит, знаете что, вот по моему ощущению, погода будет плохая. А погода была прекрасная. Яркое солнце, голубое небо. Думаю, дед что-то такое не то говорит. Он мне говорит, знаете что, я вот оставлю лампочку вот эту, я ее не буду выключать. Представляете, голубое небо, горит снег под этим солнечным светом, мирная спокойная, ни ветерка, ничего нет. И этот пожилой человек мне говорит, я вот лампочку зажгу, может, она вам пригодится. И что вы думаете? Значит, получилось так, что те, кто знает это место, Ай-Петри, значит, она представляет из себя почти плато там с какими-то возвышенностями. И я поднялся там на машине, на таком вездеходе на эту гору. А потом надо было, доехали до приюта, в котором мы должны были остановиться, а потом надо было еще раз спуститься, чтобы забрать вещи. Там лыжи, там рюкзаки, там, ну, все, как полагается. Вот я забрал эти вещи и стемнело. И я иду по дороге, которая мне казалась, ну, вот та дорога, по которой ей надо идти. Начался ветер, снег такой пошел, я ничего не вижу. Думаю, Господи, Матерь Божия, что происходит? Не видно ничего. Потом дошел до перекрестка и увидел такой щит там с каким-то объявлением. Я запомнил, что от этого щита нужно повернуть направо. Иду, иду, проваливаюсь по грудь в снегу. Представляете, что это такое? А мне до этого сказал там этот осторожник, здесь вот погибают у нас люди, здесь очень опасно. А я один иду, лыжи там, рюкзак, иду, проваливаюсь, иду. Потом понял, что я дальше идти не могу. Ну, силы просто кончаются. Я вот так сел на этот снег, думаю, что делать? Ну, ночевать нельзя в таких условиях, что-то надо делать. И вот так смотрю, так вдаль смотрю, и вдруг огонек. Я думаю, показалось. И огонек в том месте, с которым я никак не связывал своего маршрута. Показалось. Я смотрю на это, еще раз мелькнул. И я вдруг понял, что это та самая лампочка, которую сторож зажег. И я пошел на эту лампочку. Но и остался жив. Я к чему это все рассказываю. Вот каждый человек должен иметь такую лампочку в своей жизни. Иначе заблудишься, собьешься с толку, потеряешься в жизни. И вот такой лампочкой для нас является вера православная. Потому что она нам высвечивает самое главное. Она высвечивает правильный жизненный путь. Она дает нам идеалы. Без идеалов жить невозможно. Она учит нас тому, чему сегодня массовая культура не учит. Но она учит нас самому главному у нас, как быть счастливым человеком. Вот если ты живешь по Божьему закону, ты будешь счастливым. В личной, в семейной жизни. У тебя будет хорошая семья, дети. У тебя будет надежда на будущее. Вот почему так важно нам всем хранить веру православную. Особенно вам, молодому поколению. Поэтому да не смущается сердце ваше. Кто-то может быть говорить, что вы старомодные. Кто-то будет говорить, что вы не такие, как надо. Но вы именно такие, как надо до тех пор, пока вы будете хранить в сердце своем веру. И пока у вас будет вот эта лампочка, о которой я сказал. А этой лампочкой является свет Христов. Наша вера, которая помогает нам идти по тяжелому и очень опасному жизненному пути. Вот у меня такая сумочка с подарочками. Когда вы будете выходить, то на выходе вам раздадут. Ну вот, помощи Божией вам всем. Благословлю вас. Спасибо, Господи. Спасибо. 市èmeperlà. Продолжение следует...